Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Начнем, наверное, от того, что Россия вернула Израилю тело своего солдата, пропавшего везде. Речь идет о останках солдата Захарии Баумеля. Он в свое время репатриировался из США в Израиль и 37 лет назад пропал без вести. Ну, собственно, было понятно более-менее, что он погиб. Это был бой, в котором израильские силы... Пошла Первая Ливанская война. Израильские силы столкнулись с значительно превосходящими силами сирийской армии. В этом бою под султаном Якубом погибло 20 израильских солдат, и еще трое пропали без вести. Было более-менее понятно, что он, видимо, был похищен и убит, и умер от ран. Но в Израиле к возвращению живых солдат пленных, и не только живых, но и останков погибших солдат, относится очень трепетно до такой степени, что есть специальное подразделение, специальная часть в армии, которая занимается только этим. И эта часть достаточно значительная, потому что ее командует бригадный генерал. То есть это достаточно крупное подразделение военное, которое ищет всех пропавших без вести, пытается обнаружить их. Ну, понятно, что тут как бы есть и религиозные соображения, и виблейские традиции. Очень важно понять, допустим, для родственников, для жены этого человека, пропавшего без вести, что с ним, какой его статус, он погиб или он все еще жив. Ну и, конечно же, вот традиционно очень трепетное отношение к тому, чтобы, даже если мы знаем, что человек погиб, чтобы его тело было возвращено и похоронено в Израиле, и, так сказать, что никто не остался в плену, даже если речь идет не о живом человеке, а о останках. И вот два года назад, когда в должность вступил новый бригадный генерал, он встретился с матерью Захарии Баумеля, и было тогда уже 84 года, вот. И он говорил обычный, то есть, в принципе, это такая традиция, человек вступает в эту должность, и он потихонечку встречается со всеми, как бы с родственниками, с всеми, всех тех, кого Израиль ищет. Есть не очень большой, но все-таки достаточно значительный список людей, которые все еще считаются пропавшими без вести, начиная с самых первых войн Израиля, и до тех пор, пока у нас не будет доказательств, что они умерли, то, в общем, их ищут, и они не называются погибшими, они называются пропавшими без вести. И вот новый бригадный генерал встречался с всеми родственниками, встретился и с матерью Баумеля, и говорил ей, так сказать, обычные вещи, что мы приложим все усилия, и, в общем, до него это уже было 13 других бригадных генералов, которые говорили все те же самые вещи, и понятно, что, как бы, ну что она могла уже и сказать? Она понимала, что Израиль старается это сделать. Но, как бы, есть вещи возможные, есть вещи невозможные. Но вот, действительно, случилось, ну не чудо, но практически чудо. И позавчера, мне кажется, мы узнали об этом впервые. Вчера мы видели, вот, как бы, церемонию в России, о которой я сейчас еще скажу, и в тот же день, если я понимаю, и тело Захарии Баумеля было похоронено. Значит, действительно, Россия сообщила, что это ее солдаты, Путин сообщил на встрече с Натаньяо. Я напомню, накануне вылета Натаньяо стало известно, что обнаружены останки Захарии Баумеля. Что значит стало известно, что обнаружены? То есть их уже давно, как бы, их нашли, и уже проверили под ДНК, что это действительно Захария Баумель, а не кто-то, кто-либо другой. И останки были уже в Израиле. Натаньяо полетел в Москву на встречу с Путиным, и там, как бы, официально речь шла о обсуждении ситуации в Сирии. Как бы Россия сейчас граничит с Израилем по Сирии, и у нас есть масса текущей, как бы, текучки, которую нужно решать и которую нужно обсуждать. Вот, но, как бы, совершенно неожиданной, по крайней мере, неожиданной для жителей Израиля стала вот эта вот церемония действия, когда в торжественной обстановке российские солдаты, офицеры передали гроб, ну, не с останками тела, тело уже было в Израиле, с личными вещами этого солдата, с фотографией. В общем, все это было подано очень торжественно и очень красиво. И вот для жителей вне Израиля это, может быть, непонятно, может быть, даже и жители России не оценили, то есть не осознали до конца. Для израильтян вот это действие России, передача останков погибшего солдата, погибшего и пропавшего без вести 37 лет назад, это больше, чем, скажем, исполнение гимна национального на Красной площади Израильской. То есть это действие, которое для израильтян означает выражение симпатии и дружелюбия со стороны другого государства, это то, что не забывается. И об этом сказал Натаньяо, то есть когда Путин выступил, сказал, что наши солдаты рисковали своей жизнью, чтобы войти в эту часть кладбища на окраине города, где живут так называемые палестинские беженцы в Сирии. И вот мы нашли там эти самые останки и вывезли их. Натаньяо ответил, что это дело, это действие, которое израильский народ не забудет. И он абсолютно прав. Именно так воспринимает израильский народ. То есть это действие гораздо более символично, чем какие-то там заявления о дружбе или какие-то, так сказать, проявления о других симпатиях. И в этом смысле, конечно, Путин заработал огромное количество очков в глазах израильтян вот этим вот самым жестом. Теперь понятно, что мы не знаем, все детали операции до сих пор содержатся в тайне. Мы не знаем точно, как это произошло. Можно предположить, что в первую Ливанскую войну израильтяне сражались не только с сирийцами, по сути дела, они сражались с войсками СССР. Очень может быть, что в архивах СССР и, соответственно, в архивах России военных было указание, где захоронены останки израильских солдат. Два года назад, еще в самом начале, когда Натаньяу стал только активно встречаться с Путиным и обсуждать разные проблемы, и, соответственно, Россия оказалась на территории Сирии, и Путин поднял этот вопрос и сказал, знаете, что вот если вдруг вы случайно найдете останки наших солдат, нам это очень важно. И, видимость, как-то сказать, Россия решила такой вот жест показать и сделать это для израильцев. Забавный момент. Путин, рассказывая об этой ситуации, он намекнул, что, мол, и сирийцы Асада тоже принимали участие в этой операции, тоже помогли. Сирийцы тут же выступили с опровержением, типа, нет, нет, что вы, как мы могли подумать, что мы, так сказать, сионистскому врагу хоть как-то могли помочь. Вот, я так понимаю, что Путин хотел потихонечку ну, свести, что ли, всех своих друзей на Ближнем Востоке. Ну, Асад ходит под ним, Израиль, вроде как, с Россией сейчас в достаточно таких конструктивном диалоге, и, возможно, Путину показалось, вот скажу, что сирийцы тоже приложили руку к этому, может быть, так сказать, израильтяне и к сирийцам как-то лучше станут относиться, может, что-то получится, так сказать, утру нос Трампу, который со своими планами там сделки века. Но сирийцы тут же напомнили Путину, в каком краю мы живем, и заявили гневно, что нет, это все вранье, они никак не помогали. То есть, ну, в данном случае, так сказать, показали, что они есть на самом деле. Все это не важно, конечно же. Все это не так важно. Есть в Израиль, в Израиль вернулись останки солдата, погибшего 30, и пропавшего без вести 37 лет назад. Для всего населения Израиля это колоссальный жест, это, так сказать, вот я снова повторю, вероятно, в России, и уж тем более в других местах, просто даже не осознают, что для израильтян назначало это действие со стороны России, насколько важно оно в формировании положительного имиджа в отношении России. Ну, и израильская оппозиция, поскольку у нас же горячая пора, выборы тут же, конкурент Натаньял Ганс тут же на голубом глазу сказал, что все это, так сказать, сделано было для выборов, и, мол, Путин и Трамп, которые недавно признал израильский суверенитет на голландских высотах, они это все делают, чтобы помочь Натаньялу, с такой обидой сказал, вот, типа, вот ему помогают, а мне нет, да, и такое, как бы, похоже немножко было, как нытье маленького мальчика, типа, вот ему дали конфетку, а мне не дали. Выглядит это ужасно нелепо, потому что, снова, мы уже об этом однажды говорили, когда Ганс жалуется, что Натаньял использует как будто бы Трампа или Путина, то получается, что Натаньял какой-то просто фантастический гений. Он умеет двух самых влиятельных, вероятно, политиков мира заставить действовать в своих интересах. После этого его имидж, по крайней мере, в глазах тех, кто поверит в эту ерунду, должен вырасти еще больше, поэтому, когда оппонент Натаньялу такие вещи заявляет, он просто стреляет себе в ногу. На самом деле, конечно, нужно понимать, что вот такая операция, это очень длительный процесс. То есть, когда нашли эти останки, нужно было сделать проверку ДНК и сравнить ее с ДНК родственников, матери, других близких родственников. Как я уже сказал, целое подразделение занимается этими вопросами, и цепочка там очень длинная. Это нельзя закрыть на уровне Натаньялу. Путин там договорились о чем-то, пошептались, договорились о том, что Путин это аккурат к выборам все преподнесет. Вот цепочка военных длинная, и наверняка, то есть, на 100% в этой цепочке есть далеко не только сторонники Натаньяла. Поэтому, если бы была какая-то, какой-то политический подгон, какая-то задержка, чтобы подогнать это ближе к выборам, это обязательно бы всплыло. Израиль слишком маленькая страна, все-все друг друга знают, никаких, так сказать, шила в мешке здесь не утаить ни за что. И это хорошо понимают и политики тоже, поэтому с такими вещами не играют. То есть, если бы выяснилось, что Натаньяло как-то подгонял это к своим выборам, он бы огреб такой позор, что дальше некуда. Теперь же, наоборот, Ганс, который заподозрил в этом Натаньяло, он, в общем, так сказать, возмущения общества было не меньше, не меньше, чем трепетное, так сказать, ощущение того, что как важно, что это произошло, так и такое же возмущение тем, что Ганс вообще мог заподозрить такой подход. Но действительно, понятно, что сам факт того, что Натаньяло получает вот такие вот дружеские жесты и со стороны Трампа, и со стороны Путина. То есть, Путину сказали два года назад, и вот он что-то там привел в действие какие-то механизмы, и его солдаты, как точно снова, мы не знаем, как это все было на самом деле, но понятно, что Россия могла вообще не заморачиваться какими-то останками какого-то солдата израильского, зачем ей все это нужно. Тот факт, что Натаньяло умеет так грамотно и элегантно и аккуратно разруливать ситуации с Америкой и с Россией одновременно, при том, что США и Россия сейчас далеко не в лучших отношениях между собой. И вот, так сказать, он умудряется идти между капель и, с одной стороны, нигде не потерять той связи близкой, которая у нас есть с США, и в то же время, так сказать, иметь конструктивные отношения с Россией, договариваться о таких важных для нас вещах, и, в общем, для России, которая... опять же подчеркивается, что в этой сделке не было... нет ничего такого, чем Израиль должен был заплатить за это. То есть не было ни освобожденных террористов, ни каких-то уступок, потому что, в конце концов, что уже Израиль может сделать России? И, возможно, что, конечно, в России просчитали вот это вот ощущение, то есть, насколько важно это для израильтян, и просчитали, что это выгодно имиджево. То есть, сегодня, конечно, Россия заработала... Россия, конкретно Путин, заработал огромное количество очков в израильском обществе через голову всех политиков, так сказать, на фоне всех сложностей, которые окружают наши отношения. Это был чистый выигрыш имиджевый для России. И, безусловно, все это, конечно, сшил Натаньял, и это, опять же, все-таки мы находимся в предвыборный период, опять же, показывает, насколько велик разрыв между ним и его умениями, его способностями, талантами и его конкурентами, чтобы, к слову, заканчивая этот кусочек, эту историю, сегодня Лапид, другой конкурент, Натаньял, претендующий тоже на кресло премьер-министра, он, значит, Ганс до этого пытался договориться встретиться с Трампом. Трамп вообще не понял, кто такой Ганс и зачем, почему ему нужно с ним встречаться. Пытался встретиться хоть с каким-то из политиков американских. Американские политики тоже сказали, ну, слушай, кто ты вообще такой? Со всем уважением. Ты частное лицо. Вот выиграешь выбор, и тогда мы с тобой встретимся, если будешь представителем израильской политики. А пока ты, в общем, нам не интересен. И тогда Лапид, напарник Ганса, побежал, помчался в Европу, сказал, ну, с кем-нибудь хотя бы. И Макрон добродушный, то есть сам Макрон, президент Франции, у которого тоже куча своих проблем, значит, они с Лапидом сегодня встречались. вот это действительно слеплено буквально на коленках, совершенно очевидно, что это чисто предвыборная какая-то вот такая, предвыборная судорога, потому что Лапид, кто он такой? Глава партии. Израильской политической партии. Он не занимает никакого государственного поста. Он помчался туда, он ничего не обсуждал конкретно. О чем они говорили? Об усилении антисемитизма во Франции. Ну, действительно, вот уж тема, ради которой нужно было срываться и накануне субботы мчаться во Францию, встречаться, фотографироваться с Макроном. И все это выглядит ужасно смешно. И люди же не идут, они видят это все. То есть видят Натаньяо, который ездит по миру и действительно проворачивает какие-то совершенно фантастические операции. И Лапид, который бегает тоже, тоже пытается бегать по миру, добегает до Макрона, фотографируется, делает с ним селфи, бежит обратно в Израиль. Вот просто потому, что, так сказать, тоже хотелось показать, что он тоже умеет чего-то такое. Ну, что же, израильтяне будут сделать свой выбор через несколько дней. Мы посмотрим, как бы хватило ли обществу мудрости сделать правильный выбор. Ну, а теперь давайте поговорим о сделке века. Что это действительно? Какие-то новые подробности или спекуляции? Ну, вот мы уже, мы не раз говорили о сделке века, которую американская администрация нынешняя, работать на ней, прокручивать. В свое время я говорил, что, на мой взгляд, это вообще своего рода такая каша из топора. То есть, задача, чтобы Израиль и несколько арабских государств, которые идут в форматере американской политики, чтобы они работали вместе, например, вместе останавливали экспансию Ирана, вместе решали какие-то региональные проблемы, но поскольку в течение десятилетий арабы вбивали в голову своему обществу, что без решения проблемы палестинских арабов ничего нельзя сделать, нужно создать какую-то видимость решения этой проблемы. А саму проблему, может быть, ее решим, а может, не решим, еще неизвестно, но главное, чтобы возникла эта тенденция, это движение, этот тренд сотрудничества израиль-арабская страна, мы этого видели, что так оно, в общем, происходило, израильские и арабские представители встречались, проводили конференцию вот совсем недавно в Польше, очень конструктивно говорили, говорили о реальных проблемах, то есть об экспансии Ирана, действительно, о региональном развитии, а палестинские арабы, их проблемы, так сказать, у нас высосаны из пальца, они все как-то, так сказать, были на заднем плане. Сейчас мы узнаем, что все-таки есть за вот этой сей кашей из топора что-то варится и что-то действительно совершенное за рамками вот обычных представлений, то есть той формул, в русле которых держались все идеи, так сказать, начиная от, там еще до Картера, возможно, и Картер, и Буши, и Клинтон, и Обама, у них все было какое-то представление, то есть вот мы сейчас, что можно отодрать у Израиля, чтобы передать это арабам, только бы арабы уже сказали бы, что они не будут убивать Израиль, ну хотя бы сказали, пусть не выполняют свое обещание, пусть хотя бы только пообещают, скажут честно пионерское, типа вот пусть Израиль отдаст почти всю свою территорию, арабы честно пионерское пообещают, что не будут на него нападать, и вот наступит мир. Вот эта формула как бы до сих пор крутилась, тут мы видим, что сделка века, о которой говорит администрация Трампа, на которую намекает администрация Трампа, она выглядит совершенно иначе, то есть пока что снова мы не знаем никаких подробностей, все это чистые спекуляции, но эти спекуляции, они повторяются с какой-то, так сказать, последовательностью, и очень может быть, что за этими спекуляциями стоит действительно реальная, реальные утечки, возможно, даже не утечки, а специальные сливы, как бы подготавливающие общественное мнение. Так вот, на днях Ливанская газета сообщила, что в рамках этого плана от Иордании потребуют дать гражданство примерно миллиону палестинских арабов, живущих на ее территории. Я напомню, собственно, Иордания это восточная часть того, что мы называем страной Израиля или Палестиной, которая была отсечена британцами еще в 20-е годы от британского мандата, выделена в отдельную единицу в Трансиорданский Эмират. По сути дела, это и есть арабское государство для палестинских арабов. То есть вот оно и есть. Но правит им династия, привезенная из Саудовской Аравии, опирается она на бедуинов, и большинство арабов, которые, в общем, являются палестинскими арабами, они как бы там находятся, ну, они не люди второго сорта, они средний класс, но они к власти не подпускаются. Правда, они имеют большинство в парламенте, они очень плохо настроены к Израилю, кстати, они очень агрессивно настроены к Израилю. Отец нынешнего короля сдерживал их достаточно жестко, нынешний король пытается с ними заигрывать. Кроме всего этого, есть еще на территории Ордании большое количество арабов, палестинских, живущих там без гражданства. Например, там речь идет о сотнях тысяч арабов из Газы, которые там живут. Они туда как-то просочились, в Газу они возвращаться, разумеется, не хотят, потому что там исламский рай, а какой бы бедной не была Ордания, все-таки это более или менее государство осмысленное, а не исламский рай, который построил Хамас в Газе. Поэтому возвращаться они не хотят, но живут без гражданства, так сказать, как люди второго, третьего, четвертого сорта. Плюс в Орданию бежало еще много вот этих самых палестинских арабов, которые раньше жили в Сирии и в Ливане, а потом там началась заварушка сирийская, и они все тоже потихонечку сползли в Орданию. И орданский король их нычит и плачет, что ему это все не нравится, потому что он понимает, что чем больше палестинских арабов в стране, тем меньше шансов, что он удержит власть, потому что они им когда-нибудь скажут, знаешь, что мы тебя очень любим, но и ежек, а ты обратно в Саудовскую Аравию, и мы тут без тебя как-нибудь справимся. И вот сейчас мы узнаем, что вроде бы в рамках сделки века ему предложат, видимо, за очень значительное вознаграждение дать гражданству примерно миллион таких палестинских арабов, что автоматически снимает с Израиля нагрузку, потому что арабы всегда в одном пакете говорят так, ну вот недостаточно, чтобы Израиль отдал какие-то земли, еще нужно, чтобы он принял на территорию, которая останется у него, всех тех беженцев, которые ушли в 48-м году. Им говорят, ребята, в 48-м году, во-первых, их было не так много, во-вторых, они сами ушли, в-третьих, они сами жили до этого на территории, которая стала Израилем, примерно 2-3 года, потому что они сами были сезонными рабочими, пришедшими там из разных краев арабского мира. Нет, они все должны вернуться в Израиль. Понятно было, для чего это нужно? Для того, чтобы угробить Израиль. То есть сначала отберем все, что сможем, а потом угробим Израиль как еврейское государство. И вот теперь Трамп выбивает у этого стула ножку про так называемых беженцев, говорит, зачем беженцев этих возвращать в Израиль, зачем это нужно, что вы глупость такая. Они живут в арабских странах, просто нужно убедить арабские страны перестать относиться к этим людям как к людям второго сорта, дать им гражданство и дать им возможность абсорбироваться в этих странах, точно так же, как Израиль принял миллион евреев из арабских стран, и они стали гражданами страны, и давно уже не помнят, что они были беженцами, что арабы выкинули фактически голыми боссами, отобрав у них все имущество, которое было. Так что теперь пусть арабы, которые потомки арабов, ушедших из территории Израиля, пусть они найдут свое счастье в Ордании, в Ливане. Вот об этом говорят, судя по всему, утечки, которые нам рассказывают о сделке века. Еще интересный момент про Египет, что, мол, Египет как-то, так сказать, возьмет шефство над газой, но не просто возьмет шефство, а он, во-первых, откроет шлюз, чтобы какая-то часть оттуда могла всплынуть в Египет, потому что, опять же, Египет тоже не рай на земле, но по сравнению с тем адом, который Хамас услышал в газе, так сказать, не Египет рай. Кроме того, из Египта всегда можно убежать в Европу, поэтому, так сказать, когда только, как только открывается переход из газа в Египет, там сразу же, так сказать, десятки тысяч вытекают через этот переход, он закрыт уже больше года, Египет не хочет, чтобы арабы из газа просачивались в Египет, но, опять же, так сказать, Америка большая и сильная, она может дать Египту какой-то вкусный пряник, говорят о 65 миллиардах долларов, которые будут вложены в развитие Северного Синая, и часть Северного Синая как бы будет присоединена к газе, то есть что-то совершенно запредельное и фантастическое, далеко за рамками, так сказать, той формулы, что давайте, вот Израиль отдаст все, что сможет, а потом и убьет, вот, такая формула, как бы Израилю совсем не нравилась, в нынешней формуле звучат совершенно другие ноты, давайте арабы как-то поделятся территориями, поделятся деньгами, начнут, так сказать, сами решать проблемы своих беженцев, так называемых, и так далее, и вот там же, например, в этом же пакете мы слышим о том, что, мол, Иордания перестанет приставать к Израилю по поводу нескольких плачков земли вдоль границы с Иорданом, вот тех самых, которые, кстати, которые, вроде Израиль отдал в рамках мирного соглашения, но сказал, вы у нас их не забирайте, мы там выращиваем всякие хорошие вещи, мы у вас будем, как бы, эту землю в аренду снимать, Иордания сказал, да, да, хорошо, а теперь прошли, прошли эти 25 лет, Иордания говорит, нет, ничего не помню, ничего не знаем, отдавайте нам взад эту землю, мы им говорим, зачем вам, вы же там ничего делать не будете, вот нет, все равно отдайте, так вот, вроде как, вместо того, чтобы все равно отдайте, они получат компенсацию от Саудовской Аравии, потому что население там не такое большое, и вообще вся эта земля в основном пески сплошные, но вот Иордания получит от Саудовской Аравии, перестанет приставать к Израилю, какие-то, так сказать, удивительные вообще штрихи, которые мы слышим об этой замы сделки века, самое главное, что для меня, так сказать, все равно оставляет некоторый момент тревоги, как это все поможет сохранить Израилю, иудею, и самарию, на территории которых, так сказать, любая государственность, кроме израильской, означает для Израиля колоссальнейшие проблемы, по сути дела, несовместимые с дальнейшим существованием государства. Вроде бы, так сказать, опять же, намеки о сделке века, какая-то, так сказать, форма самоуправления для арабов, которые будут иметь, так сказать, полную, вроде как, автономию расширенную, но не государственность. Что это все означает, мне очень понятно, и, конечно, самый главный знак вопроса, как примут ли все это арабы, потому что уже не в первый раз народы мира что-то такое придумывают, более-менее осмысленное, говорят, ну вот поделитесь, хорошо, евреи говорят, ну уже очень жалко, потому что это наша земля, вы делите наше, наше добро, так сказать, ну хорошо, ладно, пусть, пусть им будет какая-то часть нашего добра, мы согласны. Арабы говорят, нет, все или ничего, ну и в итоге не получают ничего. Кстати, получится ли в этот раз что-то у Трампа, или снова арабы в самый критический момент скажут все или ничего и не получат ничего, посмотрим. Россия уже ротит, но Россия, понятно, что Россия, если Америка за колхозы будет, то Россия будет против колхозов, это совершенно понятно, вот, но опять же, потому, из-за чего она против, как бы, это все внушает оптимизм, потому что, вот, значит, почему Лавров говорит, мы против этой сделки века, он тоже вроде что-то слышал, насколько он знает эту сделку века, мы не знаем, так сказать, откуда, вряд ли Трамп ему отправлял депешу с подробностями. Тем не менее, значит, он говорит, в этой сделке века нет независимого государства для палестинских арабов на территории Иудеи и Самарии со столицы Иерусалима, а раз нет, то мы против, ну, раз он, раз нет и он против, то автоматически понятно, что это мы за, потому что для Израиля это даже очень хорошо звучит, но, как оно сложится все в итоге, пока что мы не знаем, мы знаем, что публикацию подробностей было отложено из-за выборов в Израиле, чтобы, так сказать, не наметать страсти, вот, видимо, после того, как в Израиле пройдут выборы, мы узнаем об этом плане что-то более ясное, более подробное, ну, и будем с интересом ждать развития событий, по крайней мере, это совершенно точно не что-то в старом стиле, в стиле, так сказать, Обамы, Клинтона, или даже Буши, где все сводилось к тому, что Израиль должен будет отдать сколько сможет, а потом, может быть, его не убьют, вот, и это уже, как бы, само по себе внушает активизм. Давайте в этом месте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok